Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия» о том, что случилось в Краснодаре и на Кубани за минувшие сутки, расскажу я, Дмитрий Пономарев. Факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия. Обо всем по порядку прямо сейчас. Точка в громком деле Даниловых. Краснодарский краевой суд вынес пожизненный приговор виновному в убийстве женщины и троих детей в Краснодаре. Юридическую оценку дадут следователи. Все обстоятельства аварийной посадки самолета в Сочи устанавливают эксперты. Пассажирка поезда на ходу выпрыгнула из вагона на перрон и получила травму. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Приговорить нельзя помиловать. В Краснодаре наконец поставлена точка в громком деле Даниловых. В июле 2016 года кубанскую столицу потрясло сообщение о страшном убийстве. В частном доме в первом проезде Шевченко нашли тела троих детей и их бабушки. Жестоко расправился с соседкой и ее внуками 30-летний Денис Данилов. Следователи сразу же возбудили уголовное дело, которое рассматривали в Краснодарском краевом суде больше года. Простых дел об убийствах не бывает. Тем более, когда речь идет о детях. Но в нем не все так очевидно, как кажется. Кто более виновен? Тот, кто убил или тот, кто подстрекал к преступлению? Этим вопросом мы задавались все время, слушая историю о жестокой расправе, которую своей пожилой соседке и ее внукам устроил Денис Данилов. У суда нет сомнений в том, что преступление совершил именно он. Но вложила в голову 30-летнего краснодарца мысль об убийстве его 66-летняя мать. Скандалистка, склочница и кляузница. Такие характеристики дали Даниловой все жители улицы 1-й проезд Шевченко. А вот ее сына Дениса описывали нелюдимым и замкнутым. Своими ссорами с соседями и даже судами по всевозможным поводам женщина извела всех вокруг. Так и сложились два пазла – мать и сын. Ненависть матери, вложенная в голову сына, и необъяснимая ярость молодого замкнутого парня привели к смерти сразу четверых ни в чем не повинных людей. Трое из которых дети от 7 до 12 лет. Но самое страшное, что даже на скамье подсудимых совесть этих двоих не мучает. Есть позиция защиты. Всяческим образом люди изворачиваются, вдумывают разные небылицы. И обвинение как раз занималось тем, что опровергало все вот эти несуществующие доводы. Люди готовились к совершению преступления, приткнили определенные меры к тому, чтобы нельзя было их изобличить. Но все изобличено. Считаю, что обвинение полностью доказано. Сторона обвинения просила для Даниловой 20 лет лишения свободы, а ее сыну, исполнителю, пожизненное заключение. Материалов дела огромное количество. Было опрошено 80 свидетелей. А приговор зачитывали больше пяти часов. По истечении которых суд вынес пожизненный приговор виновному в убийстве женщины и троих детей в Краснодаре, отбывать заключение он будет в тюрьме особого режима, откуда и будет выплачивать штраф в миллион рублей. Его мать Елена Данилова признана виновной в пострекательстве и осуждена на 15 лет общего режима. И также должна будет выплачивать штраф пострадавшим. Уголовным делом по факту аварийной посадки самолета в Сочи займется Следственный комитет России. Такое решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел отработают все версии, среди которых ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, неверные действия наземных служб. Напомню, 1 сентября ночью при посадке в аэропорту Сочи Боинг авиакомпании «ЮТЕЙР» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер зацепил крылом ограждения, застрял в русле обмелевшей реки Мзымта и загорелся. В нем находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. На эвакуацию потребовалось 17 минут. Сотруднику аэропорта, который в числе первых прибыл на место происшествия и руководил спасательной операцией, стало плохо сердцем. Его увезли в больницу, где мужчина скончался. Следователям предстоит дать юридическую оценку случившемуся. Они изымают всю необходимую документацию, допрашивают экипаж сотрудников наземных служб, очевидцев. Назначен ряд судебных экспертиз. Бортовые самописцы специалисты уже извлекли и доставили в Москву для расшифровки. Транспортная полиция Сочи проводит проверку по факту еще одного инцидента уже на железнодорожном вокзале. Как все было, сняла камера наружного видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как пассажирка поезда Саратов-Адлер выпрыгивает на перрон, не дождавшись полной остановки состава, и падает, а мужчина выбрасывает из тамбура ее чемодан. В полицию с заявлением дама обращаться не стала. О случившемся правоохранителей проинформировали медики. Дело в том, что при падении женщина получила травму головы, и ей потребовалась помощь врачей. В поселке Черноморский северского района авария с летальным исходом. Там КАМАЗ буквально смял Тойоту, которая оказалась на его пути. По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Чтобы извлечь его из искореженной иномарки, потребовалась спецтехника. Шансов выжить у мужчины просто не было. От полученных травм он скончался. По факту ДТП стражи порядка проводят проверку. В Сочи вторник начался массовым ДТП. В 8 утра на дублёре Курортного проспекта в сторону Адлера выстроился паровоз из 9 машин. Очевидцы пишут в соцсетях, что началось всё с Волги. У отечественной легковушки якобы отлетело колесо. По информации отдела ГИБДД Сочи, серия столкновений с интервалом буквально несколько минут произошла из-за невнимательности водителей и несоблюдения дистанции. Пострадавших нет, как, впрочем, и серьёзных повреждений у автомобилей. А вот в Краснодаре байкер из-за неловкого манёвра лишился своего железного коня. Пилот двигался по улице Суворова, предпринял попытку объехать автомобили, но неудачно. От удара горе наездник вылетел из седла, а мотоцикл загорелся. Вряд ли после такого дорожного приключения он теперь подлежит восстановлению. Ну а сейчас предлагаю посмотреть ещё несколько аварий. Все они произошли на Краснодарских перекрёстках и попали в объективы камер городского наблюдения. 40 лет победы и российская. Какие срочные дела отвлекают водителя, сказать сложно, но ситуация на дороге точно выходит из-под его контроля. ДТП с участием автобуса, его шофёр не соблюдает дистанцию. На Ставропольской и Стеклотарной автомобили с третьей полосы поворачивает налево. Оригинальная трактовка правил становится причиной вполне предсказуемого дорожного конфликта. Нужно срочно повторить правила. У знаменитой «Катюши» на российской и ростовском шоссе лихач резко поворачивает налево с правого крайнего ряда, пересекает сначала островок безопасности, потом сплошную и всё же нарывается на неприятности. На этом всё. Смотрите нашу программу, но не становитесь её героями. Будьте аккуратны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин